Я назвала сегодняшнее слово «Шаги на пути из детства в зрелость». Шаги на пути из детства в зрелость. И Божий путь – это всегда путь вверх. Иногда, конечно, бывают небольшие отклонения, да, иногда бывают круги, как у еврейского народа, круги по пустыне, помните, вместо 10 или 11 дней пути, 40 дней потребовалось, отступления бывают. Но все-таки Божья воля для нас – это преображение в образ Иссы Масыха. Образ Божий был потерян в человеке из-за грехопадения. Теперь, благодаря Исея, в духе уже приобретен новый образ, мы уже в духе похожи на Бога. А наша душа, наш характер продолжают освещаться, преобразоваться, день за днем, месяц за месяцем, и так до самого победного конца. Но цель, нужно видеть цель. То есть наша цель – это вырасти и стать больше и больше похожими на Иссу Масыха. И давайте откроем сейчас вместе книгу Ефесянам, 4 главу, с 11 по 13 стих прочитаем. И он, Иса, дал одним быть его посланниками, другим – пророками, третьим – особую способность возвещать радостную весть, четвертым – быть душепопечителями и учителями, чтобы приготовить святой народ Всевышнего к делу служения для созидания тела Масыха. До тех пор, пока мы все, скажи со мной, мы все, не достигнем единства в вере, скажи, единство в вере, и в познании Сына Всевышнего, и пока не достигнем духовной зрелости, и пока не будем подобны Масыху, в котором полнота совершенства. Если мы хотим узнать, что такое совершенство, это можно только в Боге найти, это можно только в Исе Масыхе увидеть. И Бог призывает нас, казалось бы, ну вот мне кажется, это такой невозможный путь. Кто-нибудь из вас пытался стать совершенным? Есть такие, кто пытался стать совершенным? Перфекционисты таких называют. Кому удалось, поднимите руки, кто смог стать совершенным? Мне тоже не удалось. И вы знаете, я получила такое откровение своеобразное, буквально на днях, что и не получится у нас при этой жизни достичь совершенства. Потому что знаете, что было бы, если бы мы достигли совершенства? Мы бы тут же возгордились, вознеслись, и мы думали бы, больше мне Бог не нужен, я и сам нормально со всем справляюсь, да или нет? А Бог хочет, чтобы мы постоянно Его жаждали. И сейчас, когда мы пели эту песню, я жажду Бог, я жажду Бог, у меня было вот такое, как будто я пела Богу, что моя жажда тянет меня к тебе. И мне казалось, что Бог отвечает мне, твоя жажда тянет меня к тебе. То есть это такое, как круговорот. Моя жажда толкает меня к Богу, искать Его больше, стремиться к Нему сильнее. И так же моя жажда притягивает Его ко мне. И это так здорово, жаждать Бога. И мы сейчас с вами увидели, что вот она цель духовной зрелости, это подобие Исимасыху. И если посмотреть, как растут дети, у кого из вас дети есть, вам легко будет отследить этот момент. То есть, во-первых, дети рождаются по образу и подобию своих родителей. Лица, даже лица. Либо мамина, либо папина лицо, либо бабушкина, либо дедушкина. А так, а вообще, кто там только не вылезет. Потом ты наблюдаешь. Дети смотрят на своих родителей и становятся все больше и больше похожими на них. И внешне, и по поведению. Вы уже замечали, что смотришь на своих детей и думаешь, ну копия вообще, ну копия папочка. Когда хорошо все, копия я. Когда плохо все, копия папа. Ну в нашем случае наоборот, ну неважно. И теперь, то есть мы наблюдаем за детьми. И если ты видишь, что ребенок не растет, или он остается маленького роста, или ты видишь, что он не говорит, или он не берет то, что надо брать, или он не может сосредоточить взгляд, ты понимаешь, что-то идет не так. Да или нет? Вот точно так же в духовном росте есть определенные признаки, по которым можно понять, что я застрял в детстве. И пора двигаться вперед. И поэтому мы сегодня сделаем такую небольшую инвентаризацию и посмотрим. И если вы увидите, и если я увижу, это не только для вас, это для меня и для каждого из нас. Если мы увидим, что мы где-то застряли, и какого-то из этих шагов не хватает в нашей жизни, это очень легко и просто. Приходишь к Богу, исповедуешь свои грехи и просишь у Него помощи. Потому что мы даже вот из себя выдавить не можем, да, вот этого совершенства. Только Он может изменить нас. Только в единении с Ним возможны какие-то добрые плоды в нашей жизни. Аминь. И вот первое, что надо для того, чтобы из детства прийти в зрелость, это осознать потребность роста. Первый пункт – это потребность роста. И я недавно читала заповеди блаженства. И помните, самая первая заповедь блаженства? Блаженны нищие духом. Кому нравится вот это ощущение нищеты? Вы знаете, что такое вообще нищета? Это не просто бедность. Это не просто недостаток чего-то. Нищета – это полный привет. У тебя нету никакой возможности обеспечить себя. У тебя нету возможности найти пропитание. Вы понимаете, да, что такое нищета? Можете представить? Самый первый шаг – это осознать потребность в росте. Осознать свою потребность. И я сказала, что заповедь блаженства, самая первая – это осознание своей духовной нищеты. И духовная нищета – это то, что непоправимо. Это не что-то маленькое, что вот небольшая недостача, да, недостаток. Это конкретно. Нету ничего, нету никакой возможности обеспечить себя, прокормить себя. Нету невозможности жить, выжить. И Писание говорит нам, что вот это состояние духовной нищеты – это блаженство. Блаженство – это наивысшее счастье. Вы представляете? А что такое духовная нищета? Это осознание, что я ничего не могу в этой жизни хорошего сам по себе без Бога. Потому что даже если я делаю что-то хорошее, кто хочет делать хорошее? Я с детства хотела, вот есть у меня тут родственники, не дадутся врать, да, с детства хотела быть хорошей. Ничего у меня не получается. Чем больше стараюсь, обязательно кого-нибудь разочарую, кому-то не нравлюсь, что-то делаю не так. И не мудрено, ведь даже Иисуса не все любили. Правда? И смотрите, что, вот эта духовная нищета, она есть у нас у всех. И сначала она нас подталкивает прийти к Богу, покаяться. Правда или нет? Она подталкивает. Когда ты осознаешь, я не могу ничего путевого со своей жизнью сделать, ценного, по-настоящему, вечного. Я понимаю, что все мои попытки сделать что-то хорошо оборачиваются плохим. Когда ты приходишь к этому пониманию, это тебя смиряет перед Богом. Но интересная мысль. Вот ты смирился, Бога принял в свое сердце, родился свыше, все, теперь ты классный. Нет. Каждый день ты просыпаешься с духовной нищетой, осознавая, что сегодня мне снова нужен Бог. Сегодня я снова ничего без Него не смогу сделать путнего. И Писание говорит нам, я лоза, вы ветви. Без меня не можете ничего. Духовная нищета. Это самое первое. Осознание своей потребности в Боге и в росте в нем. Вы помните все примеры? Был мытарь и был фарисей. Мытарь стоял на молитве и молился так, Господи, будь милостив ко мне, грешнику. И глаза даже боялся к небу поднять. А фарисей говорил, спасибо тебе, Бог, что я не такой, как тот, как другой, как третий. И иногда у нас есть вот такая у людей склонность думать, что мы лучше других в чем-то. Ну, например, кто-то курит, а я не курю. Кто-то пьет, а я не пью. Кто-то гордый, а мне кажется, а я смиренный. И я думаю, я вот не то, что они. А Писание говорит нам, что перед Богом оправданный был мытарь, который бил себя в грудь и говорил, Господи, я даже глаза не могу к небу поднять, потому что я осознаю, кто я. Будь милостив ко мне, грешнику. И мне кажется, вот это состояние покаяния и смирения перед Богом, оно должно оставаться с нами на протяжении всей нашей жизни. Кто-нибудь скажет аминь на это? Каких бы ты высот не достиг, если вы помните, апостол Павел написал вот такие слова, я не почитаю себя достигшим, только забывая заднее, простираюсь вперед и стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Иисус. Кто-нибудь скажет аминь на это? Поэтому духовная нищета, это очень важно. Павел даже называет себя недостигшим. И хочу вот сказать такую фразу, всем нужен Спаситель всегда. Это не то, что он вчера был мне нужен, теперь он меня спас и все, я дальше сам. Он мне нужен сегодня больше, чем вчера. Песня такая есть, да? Ты нужен мне сегодня больше, чем вчера. ты нужен мне больше, чем... Я не знаю, всегда ты нужен мне. Так вот, он нужен тебе больше и больше с каждым днем. Аминь. И я хочу такой пример привести, если мы не будем заботиться о том, чтобы духовно расти, о том, чтобы не остаться на месте, о том, чтобы не удовлетвориться, знаете, что происходит? Интересный такой есть пример из реальной жизни. Один странный, очень богатый человек, когда умирал, надо было ему написать вот этот документ наследства. И когда он писал этот документ, подписывал, возник вопрос, кому ты оставишь все свое наследство огромное? У него не было ни детей, родственников таких близких, кто мог бы оспорить его решение. И он говорит, я выбираю такой путь. Все, все, что я имею, все мои ресурсы, все мои деньги, все мои, все, что у меня есть, земли, я отдаю в наследство дьяволу. Все, он умирает, судебное разбирательство, что делать? Родственников нет, никто не оспаривает. И думаю, то как дьяволу-то передать вот это все наследие? И знаете, что происходит? Судья принимает решение обнести всю территорию, дом, двор, все, что у этого человека есть, огромную территорию, высоченным забором и убедиться, что он охраняемый и никто никогда туда не зайдет и нога человеческая не ступит и ничего там не будет тронуто. И теперь скажите мне, что будет на этом месте через 50, через 70, через 100 лет? Вы можете себе представить примерно? Скорее всего, это будут развалины, это будут заросли. То есть, если мы о чем-то не печемся, если мы чему-то не уделяем внимания, то это, по-моему, закон энтропии, да, называется, когда все разваливается, все приходит в упадок. Поэтому, если ты хочешь, чтобы в этой, в какой-то сфере твоей жизни были изменения, необходимо уделять этому пристальное внимание. И все вместе сказали «Аминь». Второй пункт это сферы роста. В каких сферах нам нужно расти. И давайте откроем вместе книгу Луки, вторую главу, 52 стих. Евангелие от Луки, вторая глава, 52 стих. Иса взрослел и становился мудрее. Его любили и люди, и Всевышний. В другом переводе написано «возрастал в благодати у людей и у Бога». И что вот это за сферы? Посмотрите. Во-первых, Иса взрослел, то есть физически. Это физическая сфера. Во-вторых, Он возрастал в любви у Бога. Это духовная сфера. В-третьих, Он возрастал в мудрости. Это интеллектуальная сфера. В-четвертых, Он возрастал в любви у людей. Это социальная сфера. Сфера взаимоотношений с людьми. И немножко просто рассмотрим, что такое физическая сфера. Это сфера нашего тела. Это победа над какими-то страстями, пухотями плоти. Еда, секс, выпивка, наркотики, лень, азартные игры, что бы это ни было. Гнев для многих людей. Это в теле изменения химические, реакции происходят. То есть, Иисус в этом преодолевал и рос. И нас призывает растить. Иисус для нас пример. Правда? То есть, физически работай над своим телом, преображайся, побеждай свои страсти. Следующее, это духовное отношение с Богом. Как расти в этой сфере? Бог говорит, мои овцы слушают мой голос. И вот это слово слушают, он не просто сидеть и слушать в церкви. Или на интернете, в YouTube. Слушать и слушаться, это одно и то же значение. То есть, послушание. Мои овцы, во-первых, слышат. То есть, они слышат, они на связи с Богом. Они понимают, что Бог действует, как Бог действует, куда Он ведет. И мало того, что они это понимают, они действуют в соответствии с этим. Его овцы. Скажи со мной, я его овца. И слово овца, это не ругательное слово. Аминь. Как мы можем духовно расти? Это молитва, это пост, это Слово Божие, это церковь, служение и свидетельство, да, твое. Вот так ты можешь возрастать в духовной сфере. Следующее, это интеллектуальное. Это мудрость и ум. Здесь вот я хочу сказать о важности учиться. Как раз мы говорим сейчас про цати, да, прекрасная возможность для того, чтобы получить теологическое, библейское образование. И не только библейское. Я вот призываю, если вы не учились еще нигде, никогда не поздно, скажи со мной, никогда не поздно. Никогда не поздно. И вот знаете, такой вот вызов у меня лично есть. Я борюсь иногда со словами-паразитами. Есть еще такие люди здесь? И еще такое дурное наследие прошлого иногда все-таки имеет место быть, это когда какой-то сленг. Или иначе говоря, почти тюремный жаргон какой-то. Вы себе такое позволяете? И аллилуйя. И я хочу вам сказать, вот для меня настоящий вызов, и я буду собой довольна, буду собой гордиться, если я встречаюсь с людьми, разговариваю с ними, и они не поверят мне, что я когда-то была зависимой. Это, вот это вызов мой. Я хочу, чтобы было так. А как насчет вас? Как насчет вас? Я верю, что нам надо учиться, я верю, что нам надо расти в этой сфере тоже, чтобы не было печати. Кстати, вот в Тинчалленже такой нету печати, вот как я часто вижу, вот в других местах, да, бывшие зависимые люди. Продолжайте двигаться в этой сфере. Пусть как можно меньше будет воспоминаний о прошлом в нашей жизни. Пусть как можно будет нового творения внутри нас. Аминь. Образование, мудрость, мудрость это не просто знание, мудрость это практическое применение, мудрость это умение понимать, что делать, когда делать, как это делать, какие решения принимать, опираясь на Божие Слово. Аминь. Мудрость это понимание времен и сезонов людей, самого себя. Мудрость это что-то необыкновенное. И Писание говорит нам, всем имением своим приобретай мудрость. Всем имением своим. То есть, если надо, даже деньги в это вкладывай. Аминь. Учись интеллектуально расти, становись более интересным человеком, пусть у тебя будет более широкий кругозор, пусть ты не боишься людей, а будешь способен нормально выражать свои мысли, вести беседы с любым человеком. Кто-нибудь скажет аминь на это? Это такой вызов, интеллектуальная сфера. И последнее это социальная. Это сфера общения с людьми. Сюда что может входить, чтобы рост происходил? Уметь строить взаимоотношения, уметь понимать, что люди чувствуют, что я сам чувствую, что происходит, что я сказал, почему такая реакция, как мне по-другому говорить. Это способность прощать, быть открытым, просить прощения, если надо, поддерживать отношения, любить, принимать любовь, давать помощь, просить о помощи. Это очень важная сфера в нашей жизни. Кто-нибудь скажет аминь на это? Необходимо расширять свои связи. Необходимо с любыми людьми общаться. Необходимо спокойно чувствовать себя в любом обществе. Аминь. И даже если кто-то с нами не согласен, мы учимся выражать, принимать это несогласие и выражать свое мнение в такой неагрессивной форме. Позволять ему, ну это твое мнение, ладно, я могу это принять. Я с этим не согласен, но я могу это принять. Это все зрелость социальная. И я хочу вам показать вот такой пример. Вам интересно? Вот посмотрите, я вот тут у Тахира выпросила такой стакан, изрезала его ножницами. И теперь смотрите, что я вам хочу показать. Это разные сферы. Если взять, если бы я взяла вот такой лист, мы бы здесь с вами начертили четыре столбика и написали бы духовное, интеллектуальное, социальное и физическое области жизни. Увидели, да? Примерно представили себе? И теперь пишем цифры. Здесь единичка, наверху десяточка. То есть десяточка это если я красавчик в этой области и единичка, если, слушай, у меня проблемы. И вот так каждую расчертили. Примерно представили себе? И теперь мы, например, себе делаем, значит, духовно я красавчик. Вот у меня десяточка вообще. Выше меня только уровень Бог, да? Здесь следующий, например, социально. Взаимоотношения с людьми хромлит. Я обычно общаюсь только с теми, кто как я, кто мое мнение принимает, думает как я, говорит как я, живет как я. Так, у меня тут не очень хорошо. Я вот до сюда спущу. Это что будет? Шестерка там. Понимаете, да? Здесь начерчу. Теперь здесь. Интеллектуальное. Ну, я так, в принципе, нормально соображаю, но, конечно, надо еще учиться. Восьмерку поставлю. Представили, да, себе? Начерчу. И последнее, физическое. Ну, это вообще караул, да? Физическое там запущено. Все запущено, да? Представили, да, себе? И теперь отрежу. Увидели, да, эту картинку? Вот такая интересная кривая получится у меня. И потом я возьму этот листок и заверну. Получится вот такой стакан с разными краями. Это у меня духовное, мощное. Да? Это у меня интеллект. Неплохо, но надо учиться. Это у меня социальное. Ну, есть куда расти. И это у меня физическое. Ну, совсем караул. Я могу гордиться же собой. У меня духовное, ничего, так и интеллектуальные сферы. Но на самом деле, сколько воды можно налить в этот стакан? Только до самого низкого уровня. Вы понимаете? То есть, ты велик настолько, насколько велика твоя самая низкая, как сказать, сфера жизни. Вы понимаете? То есть, необходимо, необходимо работать над этими сферами. Аминь. Необходимо возрастать. Чтобы я услышала такую мысль, она меня очень поцарапала. Что твое служение дорастет только до твоего размера. Ты не можешь сделать что-то, прыгнуть выше собственной головы. Вы понимаете? Поэтому, что остается делать? Расти и становиться больше и больше похожими на Иисуса. И все вместе радостно сказали «Аминь». И, пожалуйста, сделайте дома вот такую себе схемку и посмотрите, что у вас получится из этого. Вам интересно будет посмотреть на это? Следующее – это ступени роста. Ступени роста – это в книге «Первая Иоанна». «Первая Иоанна». На, я себе не записала. Это вторая глава. Помните? Дети, юноши и отцы. Вот такой период. Как если у нас дети есть, мы видим. Вот самые маленькие, у кого дети здесь. Я не знаю, у кого недавно родились. У Жени? Вот дети, дети. Потом подростки – это вот у меня, например, да? И юноши. И взрослые. Это вот Рустам уже взрослый, да? Отец. Уже отец молодец. И теперь смотрите. Про детей написано вот что. Кто-нибудь нашел этот отрывок? Восемнадцатый? Послушаем. Я пишу вам, дети, потому что ваши грехи уже прощены ради его имени. Я пишу вам, отцы, потому что вы познали того, кто существует от начала. Я пишу вам, юноши, потому что вы победили дьявола. Я написал вам, дети, потому что вы познали небесного отца. Отцы, я написал вам, потому что вы познали того, кто существует от начала. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и в вас пребывает Слово Всевышнего, и вы победили дьявола. Здесь такие ступени я вижу. Дети – это те, кому прощены грехи, и те, кто познали отца. Есть такие здесь? Дети есть? Грехи наши прощены. Мы отца приняли, мы Иисуса познали. Наши грехи прощены. Следующий шаг – это юношество. И здесь написано о юношах. Вы сильны. Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукавого. Есть здесь такие, которые видят уже победы в своей жизни? Чего-то мало рук. Слово Божье пребывает в вас. Аминь. Вы боролись с лукавым? Искушения преодолевали какие-то? Уже в каких-то сферах победы есть? Вы сильны в Боге? Вы юноши, поздравляю вас, и девушки. И последнее – это отцы. Отцы – это зрелые в вере люди. Они знают сущего от начала. Сущий. Я есмь. Я есмь – все, что тебе надо для жизни. Это люди, которые поняли, что Бог – это наивысшее благо. И что ты ищешь Бога не ради Его руки, что Он тебе даст. А ты ищешь Бога ради Него самого. Потому что ты понял, что Он безначальный, Он самый лучший, Он совершенный, и только в Нем настоящий смысл. Аминь. И когда до этого уровня ты доходишь, у тебя начинают появляться свои собственные дети. Это способность к воспроизводству. Отец. То есть ты сам можешь передавать уже свою веру другим. Ты можешь расти, растить уже других людей. Кто-нибудь скажет? Аминь. Аминь. И вам просто такой небольшой вызов проанализировать, как вы думаете, в каких сферах, где вы находитесь. Где вы дети, где юноши, а где уже взрослые отцы или матери. Следующее – это средство роста. Значит, у нас была потребность роста, сферы роста, ступени роста. Следующее – это средство роста. Как расти? Как мы можем расти, если мы понимаем, что сами мы из себя рост не можем выдавить? Самое первое – это в книге Петра. Возлюбите чистое словесное молоко, чтобы из него возрасти в спасение. Чистое словесное молоко – это Слово Божие. Но интересно, что апостол Павел пишет, что я вас до сих пор не могу кормить твердой пищей, потому что вы все еще дети, и мне приходится до сих пор вас кормить молоком. То есть есть помимо молока духовного еще твердая пища. И у кого маленькие детки есть, вы знаете, что сначала он только может грудное молоко принимать, потом ему добавки какие-то дают, пюрешки и тому подобное. И только когда уже зубки появились, чтобы он мог грызть, ему можно что-то тверденькое давать. Да или нет? И точно так же здесь Павел говорит нам, что есть какой-то процесс роста. От вот этого молока, основ самых, идти дальше, к тому, чтобы расти в Боге, к тому, чтобы начинать служить. И вот я подумала для себя. Вот в книге Коринфянам, 13-11, есть вот такие слова. Когда я был младенцем, я помладенчески мыслил, помладенчески рассуждал, помладенчески говорил. А как стал мужем взрослым, я оставил младенческое. И вот я думаю, что это очень важный момент для расставания с детством. Начать думать, рассуждать и мыслить по-другому. А как думают и рассуждают дети? Опять, когда об этом стихе думала, задумалась. А как дети думают и рассуждают? Я, мое, мне, не дам, дай, да? Помогите, обижают. Все я, все вокруг меня. Я обиделся, я больше с тобой не играю, отдай мою игрушку и тому подобное. И вот это детство, признак детства. Я верю, что когда мы вырастаем, мы потихонечку вот эти вот вещи хотя бы пытаемся оставить. Аминь. Мы не продолжаем ходить вот в этом эгоизме, что я, 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 я. А мы получаем способность начать служить другим людям. Детство – это когда ты ждешь, чтобы служили тебе. Да? Мы же от детей не ожидаем, что они сами мыться будут, маленькие дети. Пампер сами поменяют себе, накормят себя сами. Нет, мы это делаем за них. Но приходит момент, когда ты ребенку начинаешь давать ответственности по дому. Да? Прибери за собой, достань, помоги маме, помоги папе. Да или нет? И так же здесь. Вот это признак роста, когда ты начинаешь что-то делать для других людей. В церкви, в мире, когда ты способен уже послужить другим людям. И какие еще средства роста? Это церковь. Это общение с верующими людьми. Это молитва. Это покаяние. Это прощение. Это смирение. Один из очень важных моментов для роста – это смирение. Без смирения невозможно ни программу Тинчаллендж пройти, можно сложным смирением пройти, притвориться, что ты смирился. Да? Тебе говорят – сядь. Ты такой сел, а внутри стоишь. Но без смирения по-настоящему вот этого переворота, изменения и вот этого уподобления Богу не произойдет в жизни. Наставники нужны. Вот, Еркен сегодня говорил, или ты в церкви у нас говорил, о том, насколько важны люди в нашей жизни, которые могут быть для нас примером. И я вспоминаю, в наше время хороший пример – это и сейчас еще есть, слава Богу, Даглас Бойл. Несмотря на человеческие, кто-то там что-то может сказать, кого-то может там, да, передернуть от чего-то, но я вам хочу сказать, это человек, вере которого можно подражать. Для меня это пример для подражания. Лидия – это пример для подражания. Женщина веры. Да? И таких примеров очень много. Таких примеров очень и очень много. И поэтому нам нужны вот эти наставники из Писания, герои веры. Вокруг нас люди, на которых мы можем смотреть, из которых мы можем брать пример. Так же, как дети наши. Наши дети становятся похожими на нас. И если как мы себя ведем, так они себя впоследствии будут вести. Поэтому это очень важно, что мы говорим, что мы делаем. Особенно для детей, для наших детей, если есть у тебя дети. И для людей, которые вокруг нас. Нужно единение с Богом для того, чтобы расти. Нужно начинать служить, нести ответственность. Нужно ставить Бога на первое место. Необходимо послушание Богу. Аминь? И необходимо доверие Богу. Для того, чтобы ты мог расти. И последнее, о чем я хочу сказать, это о препятствии к росту. Что препятствует росту нашему? Грех, кто-то сказал. Вот апостол Павел в 1 Коринфянам 3 глава с 1 по 3 стих говорит так. Я не мог говорить с вами, как со взрослыми, с духовными. Да? Я не мог говорить с вами, как с духовными людьми. Я говорил с вами, как с плотскими. Почему? Потому что он говорит, у вас зависть, разногласия и споры. У вас нет единства. И вот препятствием для роста верующего по отдельности, церквей и всех вместе, могут быть зависть, разногласия и споры. Это одно. И еще одна вещь, о которой я молюсь и прошу Бога, чтобы этого не было в моей жизни. Это лицемерие. Исайя 29, 13, вот такие слова написаны. Этот народ приближается ко мне устами, а сердце их далеко от меня. Вот чтобы ни в коем случае не было вот такого, что просто устами провозглашаешь или потому, что удобно, или потому, что привык, или потому, что попал в такое сообщество, где так делают, чтобы у тебя была индивидуальная, твоя живая, настоящая вера. Кто-нибудь скажет аминь? Потому что человек смотрит на лицо. Можно обмануть человека, можно притвориться, можно влиться, приспособиться. Но Бога обмануть невозможно. Правда или нет? Потому что Бог видит помышление и намерение сердец человеческих. И я просто такой пример приведу. у моих знакомых сын поехал учиться в другую страну. И мы позвонили там знакомому своему и попросили, что придет пацан, вот, пожалуйста, его в церковь свою пристрой, он пастор. Мы сказали, пристрой его в свою церковь, будь его наставником, веди его. И вот что-то не получилось. Не привился пацан к церкви, не стал ходить и вообще, ну, в общем, пошел совсем не так, как мы надеялись и хотели, и верили. И до сих пор он как бы ходит своими путями. И прошло уже два года, и совсем недавно он своей маме сказал, что вот пастор, он пришел к пастору в офис зачем-то, и у пастора в офисе сигареты там, что-то еще, что-то еще. То есть он увидел, что этот человек в церкви или на домашке говорит одно, а дома этот человек живет совсем по-другому. И, ребята, вот эти, например, грехи, курить, пить, да, это не самые огромные из грехов, это грехи, но это грехи поверхностные, которые все мы видим и можем сказать, ой, это нехорошо. А есть грехи духа, такие как гордыня, как непрощение, как превозношение, как презрение к людям, правда или нет? И Писание нам говорит вот этих вещей всех избегать. За это Исаа Фарисеев больше всего гонял. Вы помните? Он говорил, вы как гробы окрашенные. Снаружи, и в программе такое часто бывает, что человек раз сумел приспособиться, да, приспособиться к обстоятельствам, как избежать дисциплины, неприятностей, да, как мы называем это, в кульке раньше мы назвали, я не знаю, как сейчас. Приспособился к обстоятельствам, а внутри изменений не произошло, а Бог смотрит именно на твои внутренние изменения. Бог видит твое сердце. И не важно, кто что вокруг делает, кто как поступает, ты за себя. Это твоя жизнь с Богом. Это твои отношения с Богом. Аминь. И убедись, что ты не просто снаружи очистился, что ты внутри свою чашу даешь Богу почистить. Аминь. И хочу такой пример привести, да, это уже, я заканчиваю, хочу просто привести такой пример. Все помнят, что смотри, как ты строишь, да, мы свою жизнь с Богом строим, мы растем в нем, мы уподобляемся ему. И Писание нам говорит, смотри, как ты строишь, потому что все, что ты построишь, будет испытано огнем. Твой характер, да, и мы все с этим сталкиваемся, трудности, проблемы, переживания. Мы горим, да, порой, прямо здесь уже при жизни, тебя просто выжигает огнем. огонь испытает дело каждого написано. Кто-то строил из золота, из серебра, из драгоценных камней. Если огонь придет, то такие вещи, они уцелеют, они сохранятся. Кто-то строил из менее дорогих в глазах Бога вещей, из дерева, из сены, из соломы. Это намного проще найти, это легче дается, и это быстрее можно построить. На этом можно заработать, да, так сказать. Но огонь испытает. И кому-то будут награды большие, а кто-то спасется еле-еле как из огня. Вы понимаете? Погорельцев видели когда-нибудь? Вот в одном нижнем белье, вот как успели из дома убежать, и все, все сгорело. Писание говорит, что вы спасетесь. Если вы в Масыха верите, вы спасетесь, будете спасены. Но как бы из огня. Вот я не хочу как бы из огня. Я хочу прийти, и чтобы мне было вот как бы перед Богом не стыдно, да, сказать ему. Ну вот Господь, конечно, от совершенства далеко, но хотя бы, хотя бы старалась, да. Аминь. И есть такие примеры, вот, я не знаю, для меня хороший пример, Билли Грэм, да, который всю жизнь, до 90 лет, по-моему, прожил, и дети теперь у него в служении, и все, и сам он непорочно, как бы, довольно-таки прожил свою жизнь, безупречно. Никто не упрекает его. И в деньгах был честен, и жене был всегда верен, и детей нормально воспитал. А также есть другое имя, вот не хочу просто называть, да, есть другое имя. Человека, который, когда умер, вылезло все, что он делал, этот человек. Очень известное имя. Библейский учитель. Шикарный, огромное влияние на весь мир у него было. А сейчас позор, позор. Позор для жены, позор для детей, позор для церкви, его жизнь. И мне только хочется сказать, не дай Бог. Правда? Правда или нет? Поэтому очень важно не только внешнее, но и внутреннее. Итак, цель нашего духовного роста зрелость в Боге, уподобление Исе. Иса – это наш пример для подражания. И есть другие библейские герои. Пример для подражания. И есть люди, когда, как Анна, как Андрей, как Лидия, как многие другие, я просто имен не буду всех перечислять, которым мы можем подражать в вере, глядя на их кончину. А если ты скажешь, а у меня нету примеров, тогда тебе вызов. Ты стань таким примером. Аминь. Стань таким примером для других людей. Потихонечку можно играть, начинать? Есть такая английская аббревиатура What would Jesus do? Видели когда-нибудь? W, W, J, E, D, да? Что сделал бы Иисус? Сравнивай свою жизнь с Ним. Я вот иногда думаю, вот так правильно поступить сейчас. А потом я думаю, да, по-мадленски так правильно. А Иисус бы так не поступил. И приходится поступать так, как Иисус. И тогда растешь. Тогда ты растешь. А если нет, то ты как евреи по пустыне кругами ходишь. Я не хочу больше ходить кругами. Я хочу вот в этом путешествии из детства прийти в юношество, из юношества прийти в зрелость. Ты хочешь вместе со мной двигаться туда? А лучше не со мной, а с Духом Святым и с Богом. Аминь. Давай встанем на свои ноги.